МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Скажу вам честно, нелегко было разносить еду и питье, потому что Александра нам предписала кушать отдельно, пить отдельно. А поскольку мы, русские люди, все привыкли запивать еду, чаем и не только, эту привычку выработать в себе было очень сложно. Я до сих пор ощущаю потребность кашу запить чаем с утра. Я не буду говорить о дисциплине, о ежедневных отчетах. Это, в общем-то, уже выработанный навык. А вот убрать сахар из чая, чай из обеда, обед убрать из частых приемов пищи, вот это было сложно. И, в общем-то, когда структурировалась сейчас уже система питания, структурировались вместе с ней и мы сами. Да, рекомендации диетолога и регулярные тренировки. Они друг друга не только дополняют, а усиливают друг друга в той части, где физическая активность, необходимая для быстрого результата, дается тренировками, а хорошее самочувствие на тренировках дается как раз питанием правильным, потому что энергия возрастает, то есть организм не тратит энергию на то, чтобы неправильное питание как-то нейтрализовать. Мы приходим на тренировку собранной, полной энергии, садимся на коня и получаем результаты, которые в разы превосходят ожидания тренеров порой, потому что мы в ресурсном состоянии. До начала этого проекта занималась больше года верховой ездой. И хочу сказать, что не даром этот спорт, это спорт королей, это спорт управленцев, это спорт для тех людей, которые не ведомые, а ведущие, которые способны за собой увлекать и подчинять, и структурировать, и вдохновлять других людей, потому что это тренировка мозга, прежде всего. Конный спорт — это тренировка мозга и многих систем. Когда вы в двух системах равновесия находитесь, при этом в движении, при этом должны свои команды лошади осознавать вовремя, потому что любая секунда, и вы внизу, вот эта вот такая вот стрессовая ситуация для мозга и для тела, она, думаю, что стоит многих фитнесов и многих видов спорта. Мы ощущаем не только вкус, но и вкус жизни, оказывается, мы можем ощутить. Я не знаю, сейчас модно говорить об энергии, да, все, что нас окружает, есть энергия, но я точно понимаю, что энергия, которую мы берем из пищи, если она качественная, то она перерастает в качественную вашу личную внутреннюю энергию, которая качественно влияет на энергию, которую вы плескиваете в тренировке и получаете многократно обратно. И это новое качество жизни, качество мышления. Ну, в принципе, вот именно за этим мы пришли в проект, чтобы качественно перейти на новую ступень осознания, самоощущения, мысли, физика само собой, да. Это круто, это вот просто переоценить невозможно. Спасибо вам большое. То есть прогресс на лицо, все близкие. И я даже купила себе новогоднее платье, в которое не мечтала войти месяц назад. Серьезно? Серьезно. Я очень рада за вас. И встретила в нем Новый год. Здорово. Какие впечатления у вас? В первую очередь, наверное, эмоционально. Вот что... Дим, скажи, какие у нас впечатления? Дмитрий, вот вы расскажите, как? Для меня в этом году вообще лошадь обзамен на горных лыж. К сожалению, в этом году так не получилось. Поскольку, да, из-за пандемии курорты в большинство закрыты. Но лошадь как раз это тот же баланс, тоже работа с телом. Да. Тоже управление лошадью весом, а не силой. Балансом, а не силой. И ваше занятие как раз этот баланс мне еще больше дали. Да. Удалось ли вам совмещать с какими-то другими физическими нагрузками? То есть или вы вот только занимались конным спортом, верховой ездой? То есть вы у нас ходили на обычную верховую езду. Обычная верховая, плюс пилатес. И плюс вы занимались пилатесом. У меня еще зарядка. А, и еще у вас дома были какие-то упражнения. Все, тереога еще осталась. Слушайте, ну просто как, честно говоря, как после конька-горбунка. Вот ощущение такое, да. Результат вы видите? Ну, мне кажется, да, мы ощущаем. Это очень здорово. И близкие ощущаем. Взаимодействие с другими другими школами. Хорошо, сейчас у нас начнется второй этап. Мы немножечко усложним тренировки, да, сейчас, чтобы дальше, чтобы это все поддержать. Чтобы нам не набрать вот эти, да, килограммы с того. Да, обратно не вернулись. Да, и обязательно потом, после окончания программы, да, мы поддерживаем. Даже вот в рамках обычных занятий верховой ездой мы включаем гимнастику, да, теперь уже по-другому мы, да, на разминки и на заминки. Прибой уже хочет начать. Прибой уже хочет начать, он уже соскучился по тренировкам, да, конечно. Ну что, друзья мои, прошло 4 недели с нашей с вами первой встречи. Хотела бы послушать о ваших впечатлениях, о ваших ощущениях, об изменениях, которые произошли за эти 4 недели. Есть ли что-то, чем вы можете поделиться, рассказать, что было самое сложное, что было самое приятное, с чем столкнулись, допустим, при взаимодействии с контекстом, который вас окружает, окружающая семья, друзья какие-то. Были, может быть, моменты, которые вызывали сложности? Для меня самое сложное было наладить дисциплину. То есть вписаться в график, собственно, соблюдать режим, заставить себя вовремя покушать. Конечно, самое глобальное изменение – это то, что надо есть, постоянно есть, постоянно вовремя есть. Вызывал трудности покушать на людях, решить этот вопрос на работе, прекратить встречу, прекратить переговоры, совещания и заставить себя либо пойти поесть, либо взять с собой. Вот эта дисциплина, необходимость приготовить себе еду заранее, позаботиться о том, чтобы всегда было что-то поесть, для меня было самое, пожалуй, сложное. Ну а что было самого приятного, интересного, положительного? Ну, ощущение энергии самое приятное. То есть другой уровень энергетического баланса, я не знаю, как по-другому сказать. Во-первых, не так хочется кушать постоянно. То есть довольно легко получилось отказаться от сладкого, что для меня вообще очень неожиданно. Я думаю, что это будет самое сложное. Да, я помню ваше сообщение на полторой странице, когда мы написали о том, что думали, что лукавят люди, которые говорят, что не любят сладкое, а по факту оказалось, что если правильно простроить рацион, то оно отпадает как необходимость. Так. Да, это для меня вообще было самое глобальное открытие. А второе – это легкость, это желание дела делать, это энергия. Это вот самое приятное для меня. И открытие, опять же, для меня то, что нет запретов в питании. Просто надо правильно построить рацион. И то, что я люблю, то, что вкусное для меня, оно мне доступно, я могу это кушать, но только вовремя и определенными порциями. Некий такой инсайт, что оказывается, завтракать нужно в течение вот прям первого часа после пробужины, чего я никогда не делала раньше. Никогда. Да, для меня это было, ну, сложнее всего. Все остальное, даже исключение конфеток, не так болезненно, как введение завтрака, честно. Ну, давайте не будем лукавить. Конфетки у нас есть разрешенные дни для этого момента, да? Спасибо вам большое. Для меня это было бы смерти подобное. Естественно, нужно создавать самые благоприятные условия для того, чтобы психологически вы чувствовали комфорт. Смотрите, мы, конечно же, обратили внимание, что худеем мы равномерно, да, исходя из тех замеров, которые мы сделали, но есть определенные зоны, которые всегда находятся в стопе. Депо, да. Чтобы улучшить тонус кожи, да, чтобы улучшить обмен в проблемных зонах, потому что там более выраженная подкожно-жировая клетчатка, и, соответственно, там хуже кровотока, хуже. Локальный обмен, назовем это так, не очень красиво. Мы будем с вами делать определенную процедуру. Ой, спасибо. Каждую неделю мы будем вводить что-то новое. Поэтому готовьтесь. Для начала надо купить щетку с натуральной щетиной для самомассажа. Имейте это в виду. Хорошо. На длинной ручке. На длинной ручке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!